60-е годы называют ярчайшим десятилетием. Именно в это время буржуазная утонченность теснит яркая и дерзкая молодежная мода. Именно в это время глянцевые журналы адресованы не только мамам, но и их повстраслевшим дочерям. Авторы этой стилизации 60-х решили воплотить два образа, олицетворяющих эпоху. Символ элегантности Жаклин Кеннеди и первую супермодель Твики. Жаклин Кеннеди, платье, футлярчики, костюмчики, бабетты. Второй образ представительницы молодежной культуры – это нестандартная девочка Твиги, что в переводе означает «веточка», потому что она, конечно, крайне не похожа на всех тех леди, которых мы видели до 60-х. Действительно, мода выходит на улицу. Теперь все хотят быть модными, красивыми, сильными. Мода становится более упрощенной, но и в то же время разнообразной. Даже образ леди идет, так сказать, в народ, потому что Диор уже забыт. Крупная пластиковая бижутерия, почти детское платье и, конечно же, самая скандальная одежда 60-х – мини-юбка. Но все эти вольности были уделом молодежи, а статус леди накладывал свои ограничения. Если брать стилистику Жаклин Кеннеди, и так как у нее социальный статус был жена президента, то есть она не могла себе позволить более яркий какой-то макияж. И это достаточно слегка подернутый глаз, то есть он прочерчен, как бы прорисован легкой небольшой стрелочкой. И тоже нейтральный, скажем так, цвет губ, постельный беж, чуть-чуть слегка розовый. И очень у нее такая была характерная черта – это, конечно же, яркая бровь. Второе направление – очень-очень яркие глаза, с такой яркой, очень явной подводкой, причем двойной, тройной, эффект накладных ресниц. И совершенно бледные такие губы, губы без такого турмянца, то есть такая болезненная красота, скажем так. В 60-е глянцевые журналы окончательно наполняются цветом. Теперь модницы могли составить полное впечатление о тенденциях текущего сезона. Мода вышла вообще на улицу, просто в естественную среду куда-то, на природу, в ландшафт, город. Фотография стала у нас гораздо более живая. Фотографы не выстраивали позы, они выставляли моделей двигаться, как иметь эти позы. Ну, как-то придумывали как-то сюжет для фотосъемок. Если раньше это была просто банальная демонстрация, на деле, теперь уже появлялась именно хорошая эта история. Тогда же центр мировой моды постепенно перемещается из Парижа в Лондон. Новая эпоха эклектики и унисекса еще впереди.